Пророк Пророк Илья Пророк Илья Пророк Илья Пророк Илья твоих истина. Через три года Бог велит Илье вернуться к Ахау и сказать, что Бог обещает послать дождь на землю, на которую правит этот царь. Вернувшись, Илья велит всем собраться на горе всех жрецов, которые служили Ваалу, то есть вот этому божеству, которому все поклонялись, и весь народ. Он предлагает им взять разделанную тушу теленка, положить на кострище и попросить своих богов огня, чтобы изжарить его. Но жрецы пытаются, ничего у них не получается, огня нет, изжарить они эту тушу не могут на кострище. Тогда Илья положил на жертву тушу теленка, сделал кострище, полил водой дрова и жертву. Как только возвал Илья к своему богу, а жрецы вызывав к своему Ваалу, огня не получили, так вот, как только Илья возвал к своему богу, ударил в дрова и поглотил жертву огонь, и теленок изжарился. Тогда народ прославил единого бога, и появилось облако, и пошел дождь, потому что люди поверили в бог. Илья приказал схватить жрецов Вааловых и заколоть их. Илья опять уходит в пустыню, потому что он боится мести Иезавелли, это жена царя Ахавы, которая была покровительницей жрецов Ваала. Так вот он уходит в пустыню, там Илья просит у бога смерть, но вившийся к нему ангел приносит ему пищу и предрекает не смерть, а дальнюю дорогу. Долго сорок дней он идет. Так вот он идет очень много дней, сорок дней и ночей в пустыне, и у одной из гор ему повелевают остановиться перед богом. Он говорит, что бог будет не в ветре, не в землетрясении, не в огне, а в тихом дуновении. После чего начинается сильный ветер, вспышки огня, сотрясается земля. Затем в тихом дуновении чувствует Илья присутствие бога. Бог направляет Илью на новое служение. О том, что Илья величайший из пророков, Евангелие свидетельствует тем фактом, что лишь он и Моисей удостоились беседы с Христом во время его преображения. Кстати, пророка Илью в исламской традиции зовут именем Ильяс. Надо сказать, что как в иудаизме, так и в христианстве считают, что Илья был взят на небо живым. Как пишут, вдруг явилась колесница огненная, кони огненные, и разлучили их обоих. Понесся Илья вихрь на небо. Вот это как бы вкратце о пророке Илье, как бы его житии. Одна из знаменитейших русских икон, это икона из села Выбутый под Псковым, написанная в 13 столетии, представляете? Мастер написал Илью могучим старцем, сидящим среди отрогов гор. Вот все, что я вам и хотел рассказать немножко, чтобы быть, как говорится, в теме о пророке Илье. Интересный факт, что в Википедии говорит, что христиан является самым почитаемым Ветхозаветным святым, а в исторических церквях его память совершается 20 июля. Также считается покровителем воздушно-десантных войск и военно-воздушных сил. Вот так вот. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова